Добрый день, господа! Сегодня поговорим о всеми любимом светильнике. Он приносит свет в нашу жизнь, но еще он составляет некоторые затруднения при упаковке. Есть вот такое понятие, как абажур. Каким образом его можно запаковать? Есть несколько вариантов. Первый вариант, как его можно запаковать, это использовать пикчербаксы. Для того, чтобы мы могли его нормально запаковать, нам необходимо скрутить пикчербакс, чтобы сделать ее более удобной для работы. Мы просто закручиваем пикчербакс таким образом, для того, чтобы она с легкостью описывала полукруг. И мы могли с ней играться так, как захотим. Далее прикидываем этот шандалир и смотрим, есть ли нам будет достаточно. Некоторые из шандалиров представляют собой, так сказать, в проекции прямоугольник. Если у нас шандалир представляет собой прямоугольник, то что мы будем делать? Мы укладываем шандалир таким образом, описываем вокруг него коробку, делаем соответствующие надрезы для того, чтобы из этого пикчербакса сделать прообраз коробки. Загибаем и складываем. В конкретном случае проекция этого абажура представляет собой трапецию, которую, как мы видим, в случае установки очень немножко неудобно положить. Что мы можем сделать? Два варианта. Первое. Делаем надрезы на пикчербаксе по контуру шандалира, для того, чтобы мы могли ее пикчербаксе аккуратно и красиво загнуть. Обращаю ваше внимание, если вы это осуществляете у клиента, обратите внимание на то, чтобы не порезать или не поцарапать поверхность, на которой вы это исполняете. Если это карпит, убедитесь, что вы не порежете карпит, и иногда это нужно сделать в воздухе. После надрезов у нас, грубо говоря, получилась вот такая вот ромашка. Ромашка. Которая нам уже легко играть. Далее. Шандалир вещь очень хрупкая, поэтому не стесняйтесь использовать бабл-рэп. Бабл-рэп вокруг. И убедитесь в том, что бабл-рэп покрывает края. После того, как установили бабл-рэп, начинаем загибать картон, описывая поверхность абажура. Обращаю ваше внимание, если вам видно на видео, что, к примеру, здесь расстояние между разрезами достаточно большое, поэтому коробка не описывает полукруг и создает дополнительное ненужное нам напряжение. Что мы делаем? Мы осуществляем еще один адрес. Теперь картон описывает более ровный и правильный полукруг. обращаю ваше внимание, что при последовательном загибании коробки, как вы видите, двумя точками прикасания я держу всю поверхность коробки, и она у меня под моим контролем. После чего мне нужно воспользоваться тейпом, для того, чтобы закрепить. Я делаю по кругу. Далее у меня осталась эта поверхность, которая еще не покрыта. То же самое. Я использую коробочку. Устанавливаю, делаю соответствующие надрезы. Теперь рассмотрим случай, если у меня под картоном карпет. Карпет или паркет, который мне нежелательно поцарапать или порвать. Я просто делаю на коробке отметины. До каких-то делов я должен сделать надрезы. Образно. Не надо делать идеально ровные надрезы, чтобы коробка была совершенно плотной. Почему? Потому что абажур очень хрупкий иногда бывает. Если вы немножко больше дадите напряжение, то он может повредиться. После чего делаем соответствующие надрезы. Превратили нашу картонку в ромашку. После чего устанавливаем наш абажур и допаковываем все, что нам нужно допаковать. Бывают случаи, когда она начинает играться. Посмотрите, как вам удобнее это сделать. Либо лицом вниз, либо лицом вверх. Превратили нашу картонку. Дальше проверяем. Превратили нашу картонку. Превратили нашу картонку. Далее проверяем, если что-то из картонки выходит за площадь поверхности Мы просто отрезаем При отрезе будьте внимательны, чтобы не прорезать коробку насквозь Тогда вы можете повредить шандалиру Все ваши усилия по упаковке были напрасны И уже окончательно закрепляем Обращаю ваше внимание на то, что не натягивайте тейп Потому что это может привести к поломке абажура Как говорится, легким движением Абажур готов к транспортировке Первое Те, кто загружает это на борт корабля Будьте внимательны Зная, что это легкий предмет Относитесь к любому легкому предмету С предельной осторожностью Соответственно, данный предмет будет путешествовать только лишь на самом верху Первое Второе Никакие предметы не могут на него опираться Потому что это приведет к поломке Также обращаю ваше внимание В случае, если вы укладываете предмет наверх Будете какие-то дополнительные, непонятные предметы укладывать Либо сбоку, либо до него Убедитесь в том, что никакой из предметов не будет оказывать давление Которое может пробить эту коробку Или просто прогнуть Это приведет к повреждению абажура Распаковка данного предмета Также осуществляется с предельной осторожностью Для тех, кто не делал пикап и он видит такой предмет Самый оптимальный вариант при доставке Делать аккуратные надрезы по контуру ромашки То есть по контуру надрезов коробки Которые в принципе всегда очень легко наблюдаются И мы аккуратно делаем надрезы, не торопясь Для того, чтобы убедиться, что мы не повредим этот предмет Не торопимся и не злимся В данном примере Предмет доехал без каких-либо дополнительных повреждений Что касается оставшегося мусора Вы можете его аккуратно и красиво смять И спросите у клиента, куда его и где его поставить или положить Если вы его аккуратно и красиво смяли Он уже занимает меньше места Соответственно, у клиента нету визуальной паники О том, что мне делать с этим мусором Вы аккуратно положили рядом с гаражом Или на выезде Что касается Пакования Второго случая Пакования Абажура Некоторые абажуры Не являются слишком широкими Поэтому иногда для них можно использовать коробку Простую Что ни на есть коробку Обращаю ваше внимание Что иногда Из-за того, что Коробка представляет собой квадрат А абажур представляет собой круг Он в принципе и помещается в коробку Но и не помещается Из-за того, что коробка описывает квадрат Все делается очень просто Как и в предыдущем примере Закручиваем коробку Теперь данная коробка Описывает у нас полукруг Единственное, что у нас получилось Вот такой грибок Вот такой грибок Который нам надо переиграть И мы погибаем его в другую сторону После этого По контурам надреза Где мы обычно собираем коробку Нам нужно сделать дополнительные надрезы Для чего? Для того, чтобы мы могли Загнуть коробку Тем самым описать окружность Чтобы у нас коробка Снова не превратилась в квадрат Сделали вот такую ромашку Начинаем последовательно загибать После этого делаем аккуратное закрепление Без натяжки Опять же, наша задача Сделать так, чтобы коробка Описала полукруг После чего У нас есть еще некоторые неровности Которые мы также немножко Можем выровнять Вот результат И получается Что коробка Описывает уже достаточно правильный Круг Который нам и нужен Опускаем Данный шандалер Как говорится Полная идеализация Далее В таких случаях Если мы используем коробку Вне зависимости от того Если абажур помещается в коробку Без видоизменения коробки То есть он недостаточно широкий Спокойно помещается в коробку Нам нужно сверху И снизу Уложить Бабл рэп Или же Можно использовать Уайт пейпер Бумага Накидать много бумаги Но в случае с бумагой Это крайняя необходимость Если у вас нету Бабл рэпа Поэтому Прежде чем уложить Шандалер Я сделаю Один слой бабла Посмотрю Если это достаточно На что я смотрю Я смотрю На отверстие Которое у меня Остается здесь Незакрытое Если отверстие Получается большое Или же Я вижу Что на шандалере Есть какие-то выступы Которые могут Выходить За пределы Этого отверстия Тогда я Большое количество Слоев Укладываю На дно коробки В данном случае Одного слоя Мне достаточно Я устанавливаю Шандалер Сверху Также могу Накидать Бабла Относительно Количества Бабла Которые мы Укладываем Сверху Постарайтесь Положить Его немного Больше Для того Чтобы Он создал Вот эту Так сказать Плотность При закрытии Коробки Чтобы Давление Шло на бабл Но не на Обожжу После того Как я Уложил Бабл Реп Сделал Полотничком То есть В данном Примере Я не буду Его много Использовать А в практике Когда будете Работать Заполните Достаточно Количества Чтобы Он Закрывался В натяжку После этого Я делаю Надрезы Коробки По Самому Верхнему Контуру Этого Абажура Количество Надрезов Чем больше Тем лучше Чтобы При загибании Коробка Описала Обращаю Ваше Внимание Что Не старайтесь Сделать Надрезы Слишком Глубоко Почему Потому что В случае Если Например Край Абажура Будет Выше Надреза Тогда Коробка Будет Загибаться И Повреждать Этот Абажур Потому что Надрез Ниже Если Надрез Выше Контура Тогда Сам Надрез Будет Загибаться Выше Края Абажура И Никак Его Не Беспокоить День Без Немного 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 Продолж Обращаю ваше внимание, что в случае, если осуществляя загибы, вы видите, что расстояние между надрезами слишком большое И это создает некоторые неудобства Сделайте еще один надрез Таким образом, опять же, мы осуществим более правильный круг загиба коробки Последовательное загибание вот этой ромашки позволяет нам контролировать все, так сказать, одной рукой После чего также аккуратно и без натяжки даем крючок Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Шандалир запакован Те же самые условия при стаковке данного предмета в трак Те же самые условия при распаковке данного предмета Делаем аккуратные надрезы по контуру коробки Освобождаем Вытягиваем И все Обращаю внимание, что в случае, если вы паковали Абажур в обыкновенную коробку без ее деформации Вам также нужно уложить бабл реп вниз Потом поставить шандалир Посмотрите, что если шандалир гораздо меньше, чем коробка Может быть, вам необходимо будет положить бабл реп по краям шандалира Чтобы, опять же, он там внутри коробки не болтыхался В общем, какие-то вопросы задавайте Спасибо за внимание